привет всем дорогие друзья вы на канале hot game tv и игровой канал бэйна бэйна здоровайся всем привет отлично и мы начинаем прохождение свтор за труппера так сейчас мы будем выбирать на ком серве играем но мы уже выбрали конечно давай на про дженитаре да да короче я буду тёлкой так я решил я решил сменить пол и голос хочу голос как у дженнифер хэйл а ты не думал поиграть за ситхов у них знаешь такая хотя не знаю за трупперы 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 так пашка забрать и не хочу это все люди или киборги я за людей пошел зеленокожие ладно выберу там дальше зеленокожие что ли создать не знаю забрать так ладно наверно я буду за человека тоже за республику приготовься короче американской армии мы сейчас с тобой в нее вступаем я всегда ставлю вот такой боди тайп самый первый тут лицо милее выглядит я уже создавал отлично я зашел сейчас я тебя подожду и у меня походу выключены звуки в игре ну в настройках там включи да да но с таким боди тайпом тело более такое привлекательное я бы сказал милое лицо или попку и сиськи а не я оказался не прав слушай у меня включены звуки а ты уже все создал да я сказал это думал что я этот самый ник создам ник уже такой создавал на этом сервере оказалось нет потом понял что мы ну ладно так я уже слышу как у тебя там играет музыка и это нехорошо ну давай тогда наушники одену фасе 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 номер четыре хотя сейчас посмотрим блин так это косметик синтетуз нет это не то комплекция мне нужно не нужно ее исправить это как это не крутая совсем он будет будет вот такая вот так вот такие вот прически это прически различных нпц не хочу я такую же брать как нпц так а это джедайская зен причесочка кого же тут взять ну короче вы возьму это вот эту вот чем-то паука напоминает теперь голова либо четвертый вариант не китаянку не хочу делать так четвертый вариант так теперь немножко косметики но я реально как только застряну тут надолго пока пока накрашусь да прошу прощения так так вообще свет не нравится так вообще свет не нравится что там кушаешь ничего слышно что ли ну конечно слышно я одну макарошку жевал круто и просто надо хавал ладно одну макарошку у меня еще куча таких так может черноглазку сделать так это время там засек а то я не как всегда не засек не засек я щас как раз на часы посмотрел там где-то ролики минут 5-3 идет ладно зеленоглазка пусть будет сойдет короче это а я понял почему мне лицо сильно так не нравится это завт из-за второго боди-тайпа я только что это объяснял вот это лицо мне нравится черт блин короче буду делать первый боди-тайп пофер на сиськи и на жопу главное чтобы диалогах лицо смотрелось нормально что-то я еще не откашлялся полностью как назвать назову катя потом мужики начнут приставать и я буду им потакать а потом потом скажу им что мужик шутка я так не буду делать какие суши они по моему как-то начинают теперь немножко по-другому чем было до этого ну ладно не так же а контрабандисты и блин это просто только за контрабандист играл давайте вместе начнем когда создавая что нажмем вместе play я там буду переводить хотя там переводить особо нечего и я кстати послушаю в конце скажу общий смысл это догонять их реплики как-то впадлу я еще буду путаться смысл нажмем play это уже в игре ну все короче полетел туда я уже нажал это какой-то плазма дробовик ух какой шум по меня лучал Ага. Такая же фигня. Короче, система отделяется от республики, обозленные союзом, ну то есть договором с ситхами, об ненападении. Война на Ордмантел гражданская ведет все дальше. Сепаратисты в Истокии ведут террор против народа. Элитный молодой сержант из республиканского колокс-клода прибыл помочь им поделить сепаратистов. Круто. Сейчас будем сепаратистов мочить. Я так не все перевел, чисто общий смысл. Ухватил. Ухватил. Тормоза. Мне интересно, почему я не видел таких игроков пока? Так мало людей играет. Двадцать человек. Ну да, с утра, конечно, мало. Там под вечер будет много людей. Я вот позавчера играл там, вообще ночью сидела на флоте 170 человек. Это больше, чем обычно, даже вечером. Чё-то подозрительно, слушай. Мне кажется, или я никогда не видел цифру типа 160 или 180. Почему-то 170, 175 где-то. Когда-то... Ладно, подождите. Подождите. Это ничего веселее, чем управлять блокером через боевую зону, он говорит. Еще один прекрасный день на Орд-Мантел. Ты счастлив? Нервоз? Ты знаешь, ты первый новый вход в «Хабика» в некоторое время. Там предупредили о сепаратистах что-то, пока я что-то пытался перевести. Больше я так делать не буду. Так... Отличный день на Орд-Мантел. Дитя. Нервничаешь. Ты впервые... Так... Так... А, ты первый новичок, короче, в «Хабик Скводе» за некоторое время. Буду, короче, отыгрывать такого солдафона. Американского, настоящего американского солдафона из фильмов. Который, который, на самом деле, как в реальности не трясется и не писает в штаны. А, типа, героически бросается в бой, там, на десять террористов. Ловит десять пул и выживает. Вот так вот. Я готов. Я готов. А, я родился для этого. Что? Да. Веренность. Мне нравится. Я не могу, чтобы выживать в «Хабик Скводе», в вашем возрасте, ничего не надо снижать. Я лейтенант Бекс Колос. Но все в «Хабик» называют меня «Гербокс». Мы у нас крепкая группа, он будет с нами. Я расскажу вам, почему мы здесь. Сепаратисты набили «Републик» бомбой с «ДАун» транспортом, сериал бомбой. Один из этих «Орбитальных страйк» номеров. Нет, не знаю, где эти грабкие «Бушвакеры» украли. Они украли все популярные поддержки и хранения. Наблюдать эту бомбу не будет легко. Вот так, мы можем снижать их. Никакая миссия слишком тяжелая для «Хабик Сквода». Я надеюсь, что ты прав, сын. Эта бомба уходит, и целая область есть один огромный кратер. Ты получаешь полный обзор, когда мы достигнем «Форт Гарник». Для сейчас просто сидите назад и... Ну, нас напали, ну, нас напали. Раз на ход. Из деревни атаковали ракеты. Драйвер! Драйвер! Блазнул, он вниз. Сепаратисты не должны иметь ракеты. Они украли каждый конвой, который проходит здесь. Сепаратисты хотят проблемы, давайте дадим им что-то. Я понял тебя. Ого, я увидел первым человеком. Эта бомба будет сильно защищена. Найдите бомба, выключите миссия, и затем двумя их назад. Понял, сержант? Я на это. Я на это. Доброе утро. Доброе утро. Я на это. Доброе утро. Ты третий вариант выбрал. Будь таким матерым. Хе-хе-хе. Глянем. Так. Давай, потом к почте соберем эти шмотки, куда... ХК, это Форвард Рекон. Ты копируешь? ХК! Глаз. Я думал, что я им был. Извините, солдарь, у нас есть немного проблем. В самом деле, мы можем использовать эту большую штуку, если бы нам помогли. В общем, все поняли. Малития сепаратист-малития взяла эту городу. Таким образом, мы не говорим о злых грунтах и фармахах. У них есть эксперты, с серьезным механизмом. Есть идеи, как решить эту проблему? Я думаю, что у меня есть еще одна опция осталась. Я спросил тебя за помощь. Моя миссия – это выделить Рекон на этой городе. Но я не могу опортировать ничего через эту интерференцию. Я требую, чтобы эти сепаратист-малития неутрализированы. Таким образом, если ты идешь в городе, то, может быть, ты сможешь обеспечить их для нас. Если ты упоминешь эти сепаратист-малития, опортировай сюда. Я увидел, что я могу обеспечить какие-то инструменты, которые вы можете использовать. Эквипмент. Так, что мне тут забрать? Дроида не буду. Так, Title Illustrius, конечно, заберу. Не, шмотку я не буду брать. Буду играть со стандартной. Кольцо, которое VIP. И танцовщицу, обязательно. Предупредишь, когда будем там заканчивать? Ага. Предупредишь, что ли? Ну, давай я задам тебе коварный вопрос. Что тебе больше нравится – Star Wars или WoW? Интересный вопрос. Наверное, все-таки будем выполнять. Наверное, если в целом, то WoW. Ну… WoW, в принципе, по всему там, почти опережает. Я WoW поздно начал играть. Кстати, ты говорил, что нету этих, как и вон. Как у WoW, блин, что-то там с данжами. Собирать группу… Поиск группы? Есть. Есть. Тут такая штука. Хорошо. Group Finder называется. Не помню, что такое должно было быть. Да, я что-то вступил сразу, сказав, что нету. Но я сейчас этой херней пользуюсь по полной программе. Она, по-моему, не менее популярна, наверное, чем WoW, потому что люди собираются очень долго. Ну, тут по ряду причин. Первое, Warcraft изначально, когда его создавали, он уже себя зарекомендовал с Warcraft. То есть, имеется в виду… Момошечка была создана ведь позже. И всем уже Warcraft понравился. Warcraft Human, потом вторая часть. Так, давай я первый на диалог нажму и… А-а. Нет, отмени, я первый нажму и буду там говорить. Ладно. Я уже. Все, а ты заману. Ну ладно, пофиг. Отличная работа. Тут есть талант, нельзя отрицать. Я, однако, не успел. Волкер никуда не сдвинется в ближайшее время. Волкер – это транспорт, если кто не знает, на которых ездят джедаи. Я уверен, ты сделал, что мог. Не бойся. Если было возможно, что ты это решила. Спасибо, гид. Жалко о двигателе. Плохой человек, он никогда не получил возможность. Жалко драйвера, водителя. Угу. Окей. Ну, в начале получилось нормально, ты начал проводить одновременно с тем, как он говорит. Да-да, но тут потом сложнее предложение пошли и все. Короче, он сказал, жалко водителя, конечно. Но я тут, короче, останусь, кид. Ну понятно. Я не знаю, как это к бабе слово «применить». Малыш. Это уже как-то слишком близко, да? Слишком... Пофиг. Пофиг, короче, типа. Он останется, чтобы собрать оборудование, чтобы кто-нибудь другой этого не сделал. Окей. Ты все еще разговариваешь? Я держу мои глаза открыты. Старайтесь там. До свидания. Ну, сейчас я уже закончу. Все. Давай дальше мочить. А что-то так в сюжетах скипаешь, а? Это же наоборот круто. Нет, я его все послушал и этот самый. Ну, я вообще не сейчас, как для лос-плея все такое. Лос-плея, да. А обычно... Да, обычно ты просто пропускаешь все. Это же из фото здесь самое главное сюжет. Я знаю. Поэтому он и хуже ловки в плане ММО составляющих. А ну иди сюда. Как мне нравится этот скилл? Как он называется? Explosive rounds. Ну, далее, почему Warcraft лучше, можно сказать, это из-за ограниченности мирового света. Ну, как ограниченность. Если собрать все карты вместе, то получится карта куда больше, чем в Warcraft. Хотя... Нет, с этим я сомневаюсь. Напоминаю, что в Warcraft тоже есть данжеры. Вот эти сами подземелья, их там очень много и они размером бывают даже с такие локации, как эта. Ну, это спорный вопрос, это надо и какое-то исследование почитать. Вот, например, Tatooine. На Tatooine ты будешь очень долго бежать до базы этих... Ну, если за имперцев, то до базы республики ты будешь очень долго бежать, если не будешь лететь на чем-нибудь. Ну, далее, например, доступность этого мира. Здесь нету fly-маунтов. Вот это мне тоже не очень, если честно, нравится. Ну, fly-маунты, не знаю. Я во вселенной Star Wars как обычный юзер, так сказать. Я не задрот именно Star Wars, так что не знаю, что там у них с маунтами в фильмах, сериалах. А fly-маунты я имею ввиду летающие? Ну, я имею ввиду то, что они делают так, как в мире Star Wars должно быть. Ну да, но я бы очень хотел полетать на какой-нибудь машинке, как на Корусанте-то, они летают на огромной высоте. Это было бы здорово. Ну, может еще добавят. Так, а что мы делаем так? Куда нам? А мы тут уже все сделали, нам надо вернуться к сержанту. Джаммерки мы уничтожили. Так, я буду медленно бегать, как и ты, хоть могу врубить форсаж. Не надо. Ну ладно. Кстати, я забыл бафнуться. Что это такое? Да. Это баф. А, это как, по-моему, это жесть. Да. Э! Привет, ребята. О, штанишки выпали. Ну, то есть, если хилять могу. Да-то-то, на троечке мне. Ладно. Я рад, что ты сделал это в один кусок. Я в моем команде даю тебе один. Благодаря тебе, мы сходим через северную интерференцию. Репортим на базу в не время. Вот. Немного чего-то из нашего собственного стока. Смотрите на высоту, герой. Так. Идем дальше. Дальше. Вон наш Уокер разбитый. Ходунок. Не, это прекрасная мошка, но не все-таки вовка она как-то. Ну, кому что ближе к сердцу. Вовка она изначально. У меня вот фантастика ближе к сердцу, научная. Ну, я даже не по саму тематику. Тематика этого. Звездных войн мне больше, наверное, нравится, чем тематика Варкрафта. Мне именно сам Варкрафт, как игра, больше. Так. Что это такое? У тебя пошел диалог, нет? Нет, я не нажал, по-моему. Тьфу блин, я отменил его сейчас. Давай старт. Ты опять отменил? Я уже не слышал. А, ты в диалоге. Давай выходи из него. Ты без меня начал. Да, я вижу. Давай, Жоин. Как дела? Приватый Уэстнер. 31-й Рекон, из Форт Гарник. Смотрите, вон там. Сепаратисты располагали снайперов в районе прошлой неделе. Хорошие снайперы. Многое действия между здесь и Форт Гарник. Эти сепаратисты будут стрелять на что-то. Короче, давайте выржим их. Ту же петлю. Я рекомендую стрельку. Сделать место на огне. Не опция. Многое действия в районе. Рефюджи из всех сепаратистов. Они прошли на дорогу. Рефюджи-кэпу в районе Форт Гарник. Бум. Снайпер бейт. Короче, беженцев отстреливают эти снайперы. Вот ему такие. Так. Все может включаться. По-моему, ты можешь использовать солдата. Мы возьмем любую стрельку, которую мы сможем. Форт Гарник хочет, чтобы эти снайперы отстреливались. Командир Врей даже предложил неделю зарплаты для кого-то, кто сделает это. Так. Возьмите меня. Я рад вас слышать, сэр. Если вы отстреливаете снайперов, напишите к Командир Врейу в районе Форт Гарник. Хороший собак. О, Дроид. Дроид. Гарник с него что-то нифига с него не выпало. Денежка. Денежку уж надо собирать. Денежки не выпало. Ну, мне выпало. Значит, ты скоммуниздил ее. Ну, ладно. Так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Что у нас дальше? Красивая планета ее просто. Ну, да прикольно. Особенно если учесть, что она потом превратится в помойку. Тогда. Ну, по-моему, уже во времена республики, которая уже более знакома там по прикелам, то есть первый-третий эпизод, там, по-моему, она уже помойка. И сюда просто, сюда будут просто сваливать мусор со всей галактики. Ну, и нафига. Что, они в космос его оставить не могут, что ли? Ну, Раксус Прайм тоже никогда-то не был засран. Создали бы из мусора планету. Раксус Прайм, по сути, такое из себя и представляет. Да и это тоже будет наподобие. Миш, ты больше меня знаешь о звездных войнах. Хотя я люблю их больше. Да, не только. Там этот самый, как скажем, это и в этом самом, во втором. Ну, то есть в оригинальной трилогии тоже никто же ее не чистил. Так, мы тех убиваем сейчас, гляну. Да, мы уже всех убили. Как все быстро. Её просто надоело уже кашляться. Так, слушай, у нас есть тут такая фигня, типа... Знаешь, такая хренатень вовки есть? Когда рейды некоторые великие, проходишь с тобой там всякие говнюки очень известные, типа, бегают. Типа... Типа... Всякие... Вожди там орды, всякие траллы, всякие... Варианы, прочая фигня. То есть какие-то такие эпические говнюки, которые тебе помогали. Я вот хотел бы так побегать тут. Ну и вот, единственное, я реально хотел бы увидеть бумажку, которая будет, в принципе, по Звездным Войнам, но будет либо по 1-3 эпизод, либо по 2, либо по это самое 4-6. Не знаю, что они так сделают. Ну это понятно, но была ведь такая... Она была такая, ну... Ну она была достаточно забавная, поиграть можно было. К сожалению, сервера закрыли, это печалька. Ну, видимо, не популярна была. Ну она не популярна, да. Ну так, чисто она и не была особо проработана. Там графин был как в Баттлфронте, в первом Баттлфронте, но мне все равно нравилось. Сержант, хорошо видеть Хавик склада в поле. Читаю, блин, я проскипал. Диалог. 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 Но все равно, мы Гарник, один из лучших постов. Хорошо для тренировки, ты знаешь? Короче, хороший пост в конце сказал. Форт Гарник этот хороший аутпост. Отличен для тренировки. Так вот. У нас есть качественные инструкторы в форте? У нас есть академия комбатного инструктора, так что лучшие из лучших приходят из всей планеты. Пошли и увидите лейтенанта Фореста, когда у вас есть возможность. Он поможет тебе успевать в этой волны. Попросил с лейтенантом встретиться, который обучение ведет. Угу. Угу. Пошли встретимся. А, это не трех. Хотя еще надо квестик один сдать. Ну ладно. Сейчас давай. Там же. Угу. 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 А, неarbь. Угу. Угу. Они убили аппаратистов, что ли? По-моему, мы не сделали здание, пошли назад. Да, у нас там подсвечивается. Странно, я смотрел на карту, вроде ничего не было. Нам надо снайперов убить. По-моему, я по первому-третьему эпизоду была бы популярнее. Более знакомая. Или хотя бы четвертый-шестой. Если бы сделали по первому-третьему, набежал бы основной массаж. Мне кажется, старая республика жестче, чем... Ну вот тогда, новая. И из-за этого мне больше нравится. Мне кажется, просто мы бы получили игру более проработанную, потому что у нее бы играло больше людей, если бы они сделали первый-третий эпизод. Ну, сделать игру ММО еще с РПГ, так что тут было это... И сильно проработано, но очень сложно. Там, у каждой РПГ... Ну... Биовар умеет это делать так. Собственно, поэтому здесь... Сейчас таки мало людей, мы с тобой зашли на роллплейщ на сервис. Мы на ПВЕ играют и ПВП. Возможно, поэтому я только одного человека в начале видел. Вот, что-то там еще. Что-то роллплейщики, наверное, здесь играют. И на данжи эти ходят, или как это назвать. Флэспоинты, короче, буду говорить. Что-то можно поражать. Эй, стой. То есть... Они... Здесь РП подразумевается именно как... В Варкрафте там... Чисто люди... Конкретное подражание, что ли? Подражание, да? Ну да, что-то такое. Я этот медведь, или как там... Раз это называется, с мордой поросенка. Или кабана. Вон, сюда, сюда, в район надо сдать. Эээ, какого? Который, чё, дворец жаба, это аханиль, что ли? Это гарматонянс. Короче, он за альянс такой, короче. Волосатый кабан, или как его там... Не помню, какая у него морда точно. Вот, короче, у него... В стратежке, в третьей Варкрафте, да? У этого... У этой расы, у него морда свиньи. А, Варкрафте? Я думал, ты про Сфутур. Не, про Вовку я. Про Вовку. Я уже забыл, зачем я вспоминаю эту расу. А, да. Ну, как она называется, не подскажешь? Свинка. Свинья, да? Угу. Ну, свиньи, это эти самые игла, шкуры иглоривые. Не, раса, за которую можно играть. А, можно играть? Ну, курки. Живот, морд, лицо животного, короче. А, это Таурен, шля? Да, Таурен. Это не свинья, это этот, бык. Ну, бык. Ну, ладно. Не, подожди. Стой, так ты начал диалоги уже второй раз. Хорошо, ладно. Слушай, ну, ладно. А, у тебя нет, стоп, 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 я отменяю. Да, 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 да. Так, запизделись мы с тобой, давай. Короче, он сказал, что благодаря нам беженцы теперь могут спать спокойно. Мы убили снайперов. Дальше идем, представиться надо. Вот этот вот Таурен, он в этом, в Warcraft 3, стратежке, он там с мордой поросенка. Окей. А тут сделали быком, походу. Так, чё я хотел сказать? Вот ролл-плещики, я так понимаю, это те, кто отыгрывает роль этого вот кабана, да? А, ну... Извините, аргент. Что-то около того. Извините, что ты заинтересовался. Но ты новый член Хавок-суга, да? Я Фарн, сэр. Приватый Фарн. Это настоящий член, познакомиться. Орд-мантелл – это мой первый пост. Я не верю, что я здесь, в то же время, как Хавок-суга. И ты так... Забавный. Или, что я имею в виду, что, сэр, я не ожидал, что ты был женщиной, сэр. Так, короче, он так раз с нами встретится, познакомится. Это его первое назначение. И он не думал, что короче, он не ждал, что мой персонаж – женщина. Так, и женщин здесь, что ли, мало? Другие офицеры в женщинах нету, передовую. Другие офицеры в женщинах нету, передовую. О, нет, сэр, это не так. Ты просто так... О, я имею в виду, не в порядке. Если, если ты не спрашиваешь, сэр, что твоя миссия здесь? Почему Хавок-суга будет отправлен в Орд-мантелл? Я не могу об этом говорить, чувак. Мы специальные силы, Правит. Я не могу действительно обсудить наши миссии. Конечно, сэр. Правильно. Я понимаю. Томс – это хорошо. Я... Я не беру больше времени, сэрджант. Я уверен, что у тебя есть много очень важных вещей, чтобы делать. Увидимся позже. Может, мы снова разговариваем, Правит. Я надеюсь, сэр. До свидания. Да, не знаю, что мне так нравится голос Дженнифер Хэйл. Теперь поговорить с командой, тогда... с нашей будущей командой. Да. Если мы сосредоточим наши efforts на М-сектор, я уверен, что... Сэрджант. Привет, привет. Поздравляю тебя. Я командир Хэрон Тэвис, Хавок-суга командующий офицер. Мы все рады, что у нас есть новое сердце в университете. Позвольте я вас к другим членам Хавок-суга. МояDER, ребята, объясно. М unit боепортно? Captain Zorah is the squad's infiltration and assassination specialist. Мы называем Рэйф. We call her Wraith. Sergeant. Мисс Тьсис Фьюз, Панта Баз рай. Он имеет descrição от каждого типаотив什么 изamblichяемого языка. О, да. О, Сэрджант, почему бы поб反ал меня? Меня зовут Тьсис. П examine michiant. Тьсис Это медицин stockент judgment. Пр seriousness. Прич FAR Eisco. Б hijack,iji. Пока ты lar. Jetzt«, Зарджант ще. П loro len Dead as Pero. Применегиigo. чтобы помогать вам выступить на своем лучшем. И, конечно же, вы встретили гирбокс на дороге здесь, так что это все. Люди, это новый сержант, который я говорил. Ранк первый в Академии, и форвард-эссалт, search-and-destroy, и адванс-рекон. Это хорошо, сержант. Короче, командор Тевус представился, и представил команду, и их специализации различные. Я не буду это все перечислять. Спасибо, так, люди. Это новый сержант. Первого Академии. Так, моя специализация форвард-эссалт. Поиски и уничтожения. И продвинутая разведка. Короче, он рад нас иметь. Он рад нас иметь. Так, thanks, командор. Это реально приятно встретить всех вас. А, причина, что мы все здесь. Республик-транспорт, который поднялся в их автомобиле, ЗР-57, орбитальный страйк бомб. Куда? Он уже сделан. Рекоменды и команды, но они были слишком поздно. Сепаратисты. Сепаратисты, которые уже уничтожили транспортную каргу, включая ЗР-57 и флэд. И улетели. Похоже, у нас утечка. Кто-то знал. Кто-то на нашей стороне должен был уничтожить Сепаратисты. У нас все еще в помещении уже тогда увидел пока. Потому что дело хода. ЗР-57 Улетели Сепаратисты, 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 Беллис Беллис Редактор Беллис 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 Рекомен Беллис Рекомен Варен Они расследуют несколько вариантов, но меня отправляют встретиться с республиканским шпионом Беллисом. Беллис встретит меня у деревни Нале в Таларане, в деревне, в Таларане, Узнаю, что он узнал, потом вернись на базу. Понятно. Да, сэр? Есть, сэр? Я поговорю с партнерами. У меня последняя презентация. Это лейтенант Орик Джорген, операционный офицер из Орид-Мантел-Инфантов команды Республики. Скольку мы на индивидуальных миссиях, чтобы следить за эту бомбу, лейтенант Джорген соординирует наши усилия из-за здесь, в миссионной комнате. Лейтенант Джорген представили нам, лейтенанта Джоргена. Он будет руководить операцией с базы, приклеит к нам какую-то камеру и будет видеть то, что мы видим. Я выражусь недвусмысленно, говорит новичок. Выражусь недвусмысленно, Рокки, новичок. Когда ты в поле, то, что я говорю, то это приказ, короче. Так, я не руки. Вот этот вот... Человечек. Так. О, шмарочка. Наш будущий компаньон. Угу. Так, то есть ты уже закончил, уходишь, да? Лейтенант Джорген, да. Ну, надо же сюжет показать, кстати, здесь на флажок можно нажать. Да, да, да. О, я завязываю, пока. Кстати, нам пора по времени заканчивать первую серию. Ну, и нормально. Так. Ладно. Прощаемся. Давай, прощайся. Я начал, ты прощайся. Так, ладно, давайте тогда всем за просмотр. С вами был Бэйн и HotGameTV. Всем пока-пока. Пока.